В больнице поселка Советов продолжается капитальный ремонт. Здание бывшего пищеблока уже заметно преобразилось внешне, но самое интересное внутри. Розовая целлофановая пленка укрывает новый аппарат компьютерной томографии. Он необходим для полноценной работы нового первично-сосудистого отделения. Все копичане, которым показана экстренная госпитализация сосудистыми катастрофами, инсульт, инфаркты, раньше они получали помощь в Челябинске, властной больнице и в Дорожной. С Нового года мы, кровь из носа, попытаемся получить объемы на оказание помощи именно этой категории пациентов. И копичане с такими вот грузными диагнозами, инсультами, инфарктами будут лечиться непосредственно у нас в поселке Советов, в нашем терапевтическом соционале. Строительство идет по принципу государственно-частного партнерства. Это значит, что муниципальные организации работают совместно с коммерческими учреждениями. Городская больница такой возможностью воспользовалась впервые. Так удалось заполучить один из лучших аппаратов в стране. Установлен он первый у нас в России. Есть ряд преимуществ у него перед предыдущими моделями. Начинается с того, что снижена лучевая нагрузка. Есть протокол специальный для снижения лучевой нагрузки. И такое преимущество, как планшетное управление. Планшет управления для оператора. Сюда на стол укладываем пациента. Соответственно, выставляем высоту определенную для каждого исследования. Исследование занимает от 2 до 20 минут. Аппарат будет работать круглосуточно 7 дней в неделю. Некоторые услуги будут платными. Пока говорить о конкретных цифрах рано. Нужно получить лицензии. Но планируется, что Копичанам услуги обойдутся дешевле, чем в больницах Челябинска. Помимо установки томографа, партнерская компания обновила фасад здания и прилегающую территорию. А другую часть работ на себя взяла городская больница. Здесь имеется необходимый набор помещений. И комната для санобработки, в которой можно, скажем так, помыть пациента прямо на каталке, не перекладывая его никуда. Будет противошоковая палата, будет ряд смотровых. И что немаловажно, что нам необходимо для того, чтобы вовремя поставить диагноз нарушения мозгового кровообращения, это будет работать также в круглосуточном режиме компьютерный томограф. Закончить все необходимые работы планируют в январе. Воспользоваться услугами первично сосудистого отделения смогут копейчане с острым нарушением мозгового кровообращения и пациенты, которым обследование только назначено.